Треть казахстанско-российской взаимной торговли приходится на Москву. При этом существенный объем составляют товары высокого уровня передела. Такие данные озвучили в ходе встречи посла Казахстана в России Даурена Абаева с деловыми кругами российской столицы. Среди них руководители и представители компаний в сферах IT-технологий, производства промышленного оборудования, медицинской техники, продуктов питания. По их словам, Казахстан привлекает налоговыми и таможенными льготами. В нашей стране действует 14 специальных экономических зон и крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов. Его резидентами являются более полутора тысяч IT-компаний. Такая страна, как Казахстан, может стать центром именно международного бизнеса. И из этой республики можно продавать по всему миру. Штаты, Австралию и другие страны. Мы, кстати, были в Австралии номинатами, в Японии номинатами. Но я понимаю, что мне, как русскому предпринимателю, ближе стартовать бизнес в Казахстане и оттуда уже продавать везде. Мы оценивали несколько критериев. Это уровень технологического, скажем так, совершенства, который есть на данной территории. Уровень демографии, не в самую последнюю очередь. И еще ряд критериев, в частности, перспективы и отсутствие барьеров для ведения бизнеса. Все это повлияло на наш выбор. Мы надеемся, что у нас сложатся деловые отношения с Казахстаном. Продолжение следует...